Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Спасение от бюрократии. Оплатить госпошлину теперь можно прямо у специалистов МФЦ с помощью банковской карты. Систему внедрил Сбербанк. Нет химии. Центр ионной терапии по лечению онкологических заболеваний появится в России. Будут оставаться такие точки, которые позволяют раньше оказаться пациенту онкологически не получать. Даешь молодежь. Хоккейный клуб «Адмирал» открывает первую домашнюю серию нового чемпионата. В этом году команда наша сильнее. Тророчный процесс прошел на очень высоком уровне. Также в выпуске «Внимание, мошенники» во Владивостоке участили случай недобросовестной рекламы в сфере ЖКХ. Более того, с запугиванием жителей. Еще расскажем. Ни морю, ни людям. 3,5 тонны кукумарии неподтвержденного качества уничтожены в Приморском крае. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Величина прожиточного минимума приморского пенсионера на 2020 год установлена в размере 10 775 рублей. Тогда как в этом году она составляла 9 998 рублей. Увеличение составило почти 8%. Соответствующий закон принят в трех чтениях на заседании Законодательного собрания Приморского края. Прожиточный минимум для этой категории рассчитывается ежегодно для назначения социальной доплаты к пенсии. Право на доплату предоставляется неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Их среднее количество в Приморье составляет 70 тысяч человек. Кроме пожилых людей с низкой пенсией, на эту меру социальной поддержки могут рассчитывать дети, потерявшие кормильца, инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии. При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются все выплаты, которые пенсионер получает из краевого или федерального бюджета. По вопросам назначения региональной доплаты к пенсии, Приморцам следует обращаться в отделение Приморского центра социальной поддержки населения или филиалы МФЦ по месту жительства. Систему приема безналичных платежей внедрил Сбербанк в многофункциональные центры Владивостока. МФЦ предоставляет большой спектр госуслуг, но при этом почти 40% этих услуг предполагают оплату пошлины. Теперь ее можно по принципу одного окна оплатить прямо у специалиста МФЦ с помощью банковской карты. Подробнее о новом сервисе от Сбербанка в нашем сюжете. А платить госпошлину с помощью банковской карты прямо у сотрудника МФЦ. Сейчас это возможно. А еще несколько дней назад приходилось вводить большой объем данных для оплаты в терминал. А то и вовсе ехать сначала в Сбербанк либо на почту. И только потом с квитанцией об оплате госпошлины обращаться за необходимой справкой. Эту проблему решили исправить в Сбербанке и запустили во Владивостоке проект, когда в одном месте можно получить и услугу МФЦ, и оплатить госпошлину в режиме одного окна. Я очень надеюсь, что этот опыт станет, в конечном счете, будет масштабирован на всю Россию. Знаете, это очень неудобно, получать услугу в одном месте, оплачивать в другом, возвращаться. Мне это не нравится, как клиенту МФЦ. Поэтому я уверен, что приморцам они по-настоящему оценят этот новый сервис, и им это понравится. Владивосток стал первым городом в стране, где Сбербанк реализовал проект интеграции сервиса по приему безналичных платежей. Более того, отделение МФЦ на проспекте Столетия 44 пока единственное в России, где он будет реализовываться. Оплатить госпошлину у специалиста МФЦ можно с карты любого банка без комиссии. Запуск сервиса проходил в торжественной обстановке. Благодаря сервису от Сбербанка в этом отделении МФЦ сегодня реализован полноценный принцип одного окна, который открывает новые возможности как для сотрудников, так и для клиентов. Последние, к слову, уже успели воспользоваться возможностями нового сервиса и оценить его по достоинству. Ребенку сейчас паспорт получали, оплачивали госпошлину. Здесь уже очень комфортно. Благодаря новому сервису специалисты МФЦ теперь смогут проводить платежные операции в едином интерфейсе, а жители Владивостока оплачивать государственные и муниципальные услуги непосредственно в окнах МФЦ. До конца года аналогичный сервис появится в других МФЦ Владивостока, а также в Уссурийске, Находке и Артеме. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Во Владивостоке участили случай недобросовестной рекламы в сфере ЖКХ. Более того, запугиванием жителей. Так, организация под названием «Единая информационная служба ЖКХ» регулярно шлет жителям по почте извещения на проверку водосчетчиков с угрозами роста оплаты в случае отказа. Свои услуги за немаленькую сумму эта компания предлагает, ссылаясь на требования федерального законодательства. Однако в государственном реестре на осуществление такой деятельности фирма не значится. Мэрия предупреждает владивостокцев. «Единая информационная служба ЖКХ» не является городской службой и не имеет никакого отношения к официальным структурам. На деле это банальные продавцы счетчиков, которые предлагают в том числе и установку приборов. В связи с этим администрация Владивостока призывает владивостокцев быть внимательными, не доверять мошенникам, проверять реальные сроки работы своих водосчетчиков и проходить проверку по истечению этих сроков. А если есть какие-то сомнения по всем вопросам, можно обращаться в свою управляющую компанию. Ни морю, ни людям. 3,5 тонны кукумарей неподтвержденного качества уничтожено в Приморском крае. Решение было принято Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области во время проведения сотрудниками ОМВД России по Приморскому краю совместной проверки одного из рыбоперерабатывающих предприятий Владивостока. Предприятие осуществляло хранение и переработку кукумарей без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки изготовителя. Россельхознадзором по Приморскому краю и Сахалинской области в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Производитель продукции из незаконного сырья признан виновным. Ему назначен штраф. Согласно выданному Управлением предписанию об утилизации или уничтожении небезопасной продукции, по решению владельца опасные морепродукты сожгли на специализированном предприятии во Владивостоке. Кредитные соглашения на 100 миллионов рублей сроком на три года заключили на полях Восточного экономического форума компания «Ланит Партнер» и МСП Банк. Последствия сделки для всего Дальнего Востока трудно переоценить. В планах «Ланит Партнера» провести высокоскоростной интернет в самые удаленные районы Хабаровского края, Сахалинской области и других регионов. Подробности в сюжете моего коллеги Евгения Черемухина. На полях Восточного экономического форума каждый год происходят важные события. Выносятся решения и заключаются сделки, последствия которых играют решающее значение для целых регионов. К таким событиям с уверенностью можно отнести и кредитное соглашение между МСП Банком и высокотехнологичной компанией «Ланит Партнер». Цена сделки 100 миллионов рублей. Эти средства МСП Банк уверенно вкладывает в IT-компанию и видит в «Ланит Партнере» достойного игрока на цифровом рынке. Компания высокотехнологичная, динамично развивающаяся и в основном специализируется на различного рода продвинутых IT-решениях. В данном случае мы заключили кредитное соглашение для того, чтобы профинансировать поддержку исполнения государственного контракта на проведение оптиковолоконной сети в регионе. Два года назад МСП Банк подписал соглашение с правительством Хабаровского края. Тогда речь шла о развитии сотрудничества и открытии центра консультации предпринимателей. Сегодня на подписании 100-миллионного соглашения между IT-гигантом и МСП Банком присутствовал личный заместитель губернатора Хабаровского края Юрий Золочевский. Он, в свою очередь, оценил перспективы сделки как более чем позитивные. Руководство «Ланит Партнера» также настроено оптимистично. Отличные будут перспективы. Мы строим по проекту «Цифровая экономика» в Волсе, самым удаленным районом Хабаровского края, Сахалинской области, Игрейской автономной области. Это позволит быстрый интернет довести до самых удаленных точек Дальнего Востока. И услугами сфровой сферизации могут использоваться буквально по всей стране. Срок уредитного соглашения – три года. Поставки – 8,5% годовых. Такие выгодные условия – результат программы субсидирования Минэкономразвития России. Цель – исполнение контракта по информатизации ни много ни мало всего Дальнего Востока. «У нас страна огромная, 75% населения живет в городах, а 25% – на селе. И чтобы удержать страну, нужно делать вот такие проекты, такой быстрый интернет, быструю связь, чтобы все это могли пользоваться, и можно было управлять страной. И я благодарю МСП-банк, мы не первый год сотрудничаем, который нас поддерживает, вот таких значимых проектов для всего Дальнего Востока». Долгоиграющие последствия кредитного соглашения между МСП-банком и компанией «Ланит Партнер» трудно переоценить. Целые области, ранее недоступные для коммуникации, так и те, где качество связи оставляло желать лучшего, станут ближе и сплоченнее во всех смыслах. Евгений Черемухин, Денис Фадеев, Новости на Восьмом. Улица Дальнего Востока стала самой популярной экспозицией минувшего Восточного экономического форума. По предварительным подсчетам, ее посетителями стали 48 тысяч человек, причем более 40 тысяч побывали на ней 7 и 8 сентября. Вот интересная статистика. Продукция Дальнего Востока была представлена в павильоне «Таежные промыслы» и на рыбном рынке. В общей сложности было привезено 18,5 тонн продукции, в том числе ягоды, морепродукты, дикоросы, мед, чаи, консервы, грибы и мясная продукция. Для проведения дегустации салата «Таежный» Хабаровский край доставил 400 килограмм папоротника «Орлянка». Ежедневно в павильоне и на рыбном рынке для продажи и дегустации готовилось более 3 тысяч порций блюд и полторы тысячи порций смузи. Забайкальский край за первые три дня выставки приготовил для гостей павильона более 7 тысяч вкуснейших бус и вареников по-забайкальски с бараниной. За время работы павильона «Сахалина» было отправлено 1950 фотографий открыток, сделанных на фоне экспозиции Сахалинской области. За три дня работы павильона Хабаровского края посетители разрисовали 450 военных и гражданских судов в интерактивной зоне судостроения. В павильоне Камчатского края на дегустации было съедено около 5 литров красной икры. В павильоне Амурской области было продано 400 килограмм меда. 500 посетителей павильона Чукотки приняли участие в мастер-классе по игре на бубне. Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота получило на вооружение 10 танков Т-80БВ. Это сделано в соответствии с планом перевооружения подразделений береговых войск ВМФ. Машины доставили к месту постоянной дислокации во Владивосток железной дорогой. Экипажи танков уже прошли теоретическую и практическую подготовку в учебном центре и вскоре приступят к обкатке новой техники на полигоне. В 2018 году подразделение танков Т-80БВ появилось в составе соединения морской пехоты на Камчатке. Эти машины приняли участие в учениях, провели несколько боевых стрельб и показали свою высокую эффективность. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Нет химии! Центр ионной терапии по лечению онкологических заболеваний появится в России. Уходим под воду! Вторые всероссийские соревнования «Аквароботех-2019» открылись во Владивостоке. Даешь молодежь! Хоккейный клуб «Адмирал» открывает первую домашнюю серию нового чемпионата. Партнер выпуска новостей – натуральные снеки «Эст Бали Кешью». В сердце тропического острова Бали мы производим для вас натуральные снеки. Орехи кешью, гранолу и попкорн. Орешки кешью обладают непревзойденным качеством и свежестью. Обережно собранные тропические ингредиенты – кокосы, бананы, какао-бобы и морская соль – идеально дополняют нашу продукцию, которая не содержит глютен, консерванты и искусственные добавки. Спрашивайте «Эст Бали Кешьюс» во всех супермаркетах города. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Нет химии. Центр ионной терапии по лечению онкологических заболеваний появится в России. Уходим под воду. Вторые всероссийские соревнования «Аквароботех-2019» открылись во Владивостоке. Даешь молодежь. Хоккейный клуб «Адмирал» открывает первую домашнюю серию нового чемпионата. Центр ионной терапии по лечению онкологических заболеваний появится в России. Соглашение о создании этого учреждения было подписано в рамках 5-го Восточного экономического форума между НМИЦ «Радиология Минздрава России» и компанией «Медикал Туризм Джапан». Соглашение должно стать важным шагом на пути к внедрению и локализации в нашей стране одной из наиболее перспективных и современных технологий лечения рака. Метод терапии, вне сомнения, станет одним из ключевых в лечении онкологических заболеваний. Подробности у Катерины Матвеевой. Центр лечения онкологических заболеваний тяжелыми ионами углерода будет построен в Обнинске. Строительство и передача технологий будут обеспечены японскими партнерами и международной медицинской консалтинговой компанией. После его открытия лечение смогут получать 10-12 человек в день. В планах тысяча пациентов в год. Пациентами смогут стать граждане со всей страны, для которых другие виды терапии оказываются малоэффективными. Если мы говорим об онкологии, как науке, то ведь и химиотерапия, и различные степени воздействия, в том числе и радиологическое воздействие, на разные популяции совершенно носят разные характеры. Поэтому и для японских наших коллег очень интересно, как будет это действовать. Вместе с этим сегодня выстраивается новая система оказания онкологической помощи. Теперь диагноз обязаны поставить за 14 дней с момента обращения к врачу. Но на некоторых территориях Дальнего Востока это сделать невозможно. Нет помещений, специалистов, оборудования. Поэтому сейчас по всей стране создаются центры амбулаторной онкологии. Будут выстраиваться такие точки, которые позволяют раньше оказаться пациенту онкологической помощи. Например, так называемые центры онкологической амбулаторной помощи. Это вообще нововведение. Когда в регионе, где есть хорошо вооруженные центральные районы, ябаницы, например, с компьютерным томографическим обеспечением или МРТ, там уже оказывается онколог, который позволяет раньше распознать и начать, например, биопсию этому пациенту. Для того, чтобы даже центр уже более высокого уровня, пациент поступал с готовым диагнозом. Главный онколог Минздрава России напомнил, что из факторов, определяющих развитие онкологии, только 15% отводится влиянию нашего генотипа. А всё остальное – это тот образ жизни, который мы ведём. К примеру, у курильщиков 20-30 раз чаще диагностируют развитие злокачественных новообразований. В ЭПЧ, который сегодня широко распространён, способен спровоцировать гинекологический рак и рак ротоглотки. Характеризуя ситуацию с онкологическими заболеваниями в Приморье, главный онколог был настроен оптимистично. В частности, на месте, где мы сейчас находимся, планируется ядерный центр медицины. Он отрабатывается, и я должен сказать, что у вас не самая плохая ситуация, у вас и в кадровом смысле неплохая ситуация, обеспеченность кадров, между прочим, лучше, чем во многих регионах других. У вас есть определённый рост заболеваемости, что это нормально считается, потому что рост заболеваемости, я уже говорил, это проблема демографическая во всём мире. Во всём мире ждут рост заболеваемости. Кстати, он ещё и не догоняет, и в том числе и в Российской Федерации многих стран, в том числе и из Буржии, с хорошей экологией. Поэтому мы при росте заболеваемости ждём упадения смерти. Важным фактором для оценки развития систем здравоохранения служит медицинский туризм. И если в конце 2016 года в России было 35 тысяч иностранных пациентов, то за первые шесть месяцев текущего года в нашу страну для лечения приехало уже 530 тысяч граждан из других стран. Вместе с тем сокращается выездной медицинский туризм. Поток россиян, которые едут лечиться за рубеж, снизился кратно – от 6 до 12 раз в зависимости от страны. Катерина Матвеева, Денис Фадеев, Новости на Восьмом. Губернатор Приморья подписал специальные распоряжения о запуске региональной программы развития системы оказания палеотивной медицинской помощи на ближайшие пять лет. Документ предполагает всесторонний мониторинг и оценку реальной доступности палеотивной помощи для нуждающихся в ней приморцев, решение проблемы дефицита кадров, расширение службы помощи на дому, а также упрощение обеспечения нуждающихся обезболивающими препаратами. И уже в этом году в Приморье будет открыто первое палеотивное отделение в Краевой детской клинической больнице номер 2. В детской больнице будет предусмотрено 10 коек для подобного рода пациентов. Сейчас идет ремонт и проводятся подготовительные мероприятия к открытию отделения. Сейчас в Приморье палеотивную медицинскую помощь в стационарных условиях. Взрослым можно получить на базе всего 12 медицинских организаций. Оказание палеотивной помощи в амбулаторных условиях осуществляется на базе пяти поликлиник. Почти полмиллиона рублей потратят на техническое обследование памятника морякам торгового флота в Владивостоке. Это необходимо для того, чтобы подготовить объект к реставрации. Работами займется местная компания «Дальстройбизнес-2», которая уже имеет опыт в подобных делах. В состав работ входит детальное обследование монумента, постамента, самого памятника, мемориальных бронзовых плит и постамента Вечного огня. По итогам технического обследования подрядчик должен составить проектную документацию на реставрацию памятника истории и культуры, разработать проект с пояснительной запиской и рабочую проектную сметную документацию. Общий облик объекта культурного наследия меняться не будет в соответствии с федеральным законодательством. Вторые всероссийские соревнования по морской робототехнике среди студенческих команд «Аквароботех-2019» открылись во Владивостоке. В течение недели команды будут выполнять задания для управляемых и автономных подводных аппаратов. В соревнованиях участвуют команды из Санкт-Петербурга, Севастополя, Северодвинска и Иркутска и других регионов, в том числе и команды МГУ имени Невельского, на базе которого проходят соревнования, и победители прошлого года команда из ДВФУ. Подведение итогов состоится 13 сентября. В состав экспертной комиссии вошли представители Министерства науки и высшего образования, Минобороны и Объединенной судостроительной корпорации. Среди поставленных задач перед участниками соревнований есть такие, как обследовать дно, найти и поднять затонувшие объекты. Кроме того, необходимо будет найти подводный гараж и занять там положение, позволяющее заряжаться, передавать информацию и получать новые знания без всплытия. Хоккейный клуб «Адмирал» открывает первую домашнюю серию нового чемпионата. Приморцы уже открыли сезон, будучи на выезде, где одержали одну победу и потерпели одно поражение. Теперь обновленный молодой состав покажет себя на льду фетисов арены. Какие цели перед собой ставят моряки, расскажет Максим Яковлев. Прошлый сезон хоккеисты «Адмирала» завершили еще в феврале. В межсезонье «Приморцы» успели обновить состав, потренироваться во Владивостоке и даже съездить на сборы в Чехию и центральную часть России. За это время команда также провела несколько матчей с российскими и европейскими командами. И вот недавно «Владивостокский клуб» дал старт новому чемпионату. На выезде «Адмирал» встречался с «Борысом» и «Сибирью». Итог – довольно уверенная победа 3-1 над казахами и суровое поражение 5-1 от новосибирцев. После такого неоднозначного начала спортсмены наконец вернулись во Владивосток. «Я уверен на 100%, что в этом году команда наша сильнее. Террочный процесс прошел на очень высоком уровне. Я могу вам гарантировать 100%, что мы выступим в этом сезоне намного лучше, чем прошлый сезон. Я верю в ребят, ребята готовы, как и психологически, так и физически». Каждый год команда обновляется новичками, в том числе иностранцами. Особо тренерский штаб доволен приобретением Ивана Лисина, Ивана Островского, лучшего нападающего в высшей лиге Олега Ломака и вратаря Олкинуры. В этот раз удалось также сохранить костяк команды в лице тех же Вихарева, Воронина, Красоткина, Глазачева и других. Кстати, Константин, как новый капитан коллектива, отметил, что настрой у ребят в разы лучше, чем в прошлом году. «Капитан, у нас 25 человек, все капитаны, вот так скажу. У нас подобрался очень хороший коллектив. Вот именно команда, знаете, вот она коллектив и недомышленников. Как мы выиграли игру, как бы все вместе радовались, так же и проиграли Сибирь, очень все переживали. Поэтому настрой у всех боевой, как бы все будут биться друг за друга и не щадя себя, как бы будут подставлять плечо постоянно». «Адмирал» все еще обещает играть именно в атакующий хоккей. Многие площадки по стране уменьшили. Правила в КХЛ немного изменили. Скорость игры теперь превыше всего. Сейчас во Владивостоке моряки проводят первую домашнюю серию сезона. Сюда приехали «Трактор» и «Борыс». После этого 17 сентября приморцы отправятся на пятиматчевый выезд. Как и всегда, основная часть чемпионата продлится до конца февраля 2020 года. Максим Яковлев, Денис Фадеев. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Оплатить госпошлину теперь можно прямо у специалистов МФЦ с помощью банковской карты. Систему внедрил Сбербанк. Во Владивостоке участили случаи недобросовестной рекламы в сфере ЖКХ. Более того, с запугиванием жителей. Ни морю, ни людям. Три с половиной тонны кукумарии неподтвержденного качества уничтожено в Приморском крае. Россиян с онкологией будут лечить лучше. Центр ионной терапии появится в России. Уходим под воду. Вторые всероссийские соревнования «Аквароботех» открылись во Владивостоке. Даешь молодежь. Хоккейный клуб «Адмирал» открывает первую домашнюю серию нового чемпионата. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Возможно, во Владивостоке появится еще один объект, которым жители приморской столицы будут по праву гордиться. И, что немаловажно, получать удовольствие. На русском острове хотят построить аквапарк. Резидент свободного порта на Восточном экономическом форуме подписал соответствующее соглашение. Сумма инвестиций должна составить 10 миллиардов рублей. На сайте проекта указано, что на территории предполагается строительство гостиницы на 80 номеров и парковки на 1200 автомобилей в день. Прогнозируемая загрузка аквапарка в день – 2000 человек. Срок развития проекта от строительства до введения в эксплуатацию – 2,5 года. На грандиозные планы, воплощенные в цифры, смотрим вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Ну а я желаю вам отличного настроения и до встречи на восьмом. С вами был Александр Масликов. Увидимся в эфире.